Приветствую всех зрителей моего канала, меня зовут Марина. Не так давно мне в комментариях написали, что когда смотришь видео подряд, то очень сложно определить, чье конкретное видео сейчас началось, поэтому если я смогу перебороть свою практически 4-летнюю привычку и не буду забывать представляться, то буду представляться. Сегодня у нас будет долгожданный второй отчет по моей работе от Марешки Маки. Предыдущий отчет я сегодня смотрела, был больше месяца назад. Во-первых, я очень медленно вышивала то, что сейчас, тот участок, который я вам сейчас покажу, вышитый. Я вышивала 21 день. Я смотрю на это, и люди, понимаете, люди за 21 день вышивают Dimensions. А вы посмотрите, какой кусочек удалось вышить мне. И кроме того, я еще вышивала пасхальные пысанки, и, соответственно, когда я вышивала их, то Маки я не вышивала. Ну что, давайте ближе к делу. Давайте я вам сейчас покажу, посмотрите на экран, как выглядела моя работа в предыдущем отчете месяц назад. Было два Мака и немножко зелени внизу. И вот так выглядит моя работа сейчас. Да, сейчас у меня вышит еще один Мак. Вот эти вот коробочки. Да, я помню, в предыдущем видео я говорила, вот эти штуки. Мне сказали, что это коробочки. Я знаю, что это коробочки. Я их почему-то в предыдущем видео пообзывала корзиночками. И когда уже монтировала, я думала, боже, какой кошмар. Я просто повырезала именно вот эти вот слова. И появилась у меня вот такая вот пчелка. Смотрите, какая классная. Здесь их будет еще две, но она действительно здоровская. Здесь, видите, в одну нить черной ниткой бэкстич, потом лапки в две нити. Она такая вот действительно как живая. Прямую хочется аж потрогать. Мак. Видите, листочки. Давайте поближе покажу. Кстати, давайте я вам сейчас тоже покажу фотографию, как выглядело это все без бэкстича. Вот таким вот образом. Случайно сфотографировала, забыла, что надо сфотографировать без бэкстича. И вот как это все выглядит с бэкстичем. Бэкстич, опять же, я все время, знаете, у меня постоянно посещают вот эти вот какие-то страхи прошлого, что я вышила какой-то кусочек, и ой, это же теперь еще перед учетом надо делать бэкстич. Я бэкстич на вот этом всем участке, то есть на пчелке, здесь, на маке. И вот здесь сделала бэкстич за, наверное, час от силы. Может быть, даже меньше. Бэкстич здесь элементарный. Сейчас вам тоже на схеме это покажу. Вот этот участок. Кстати, вот этот участок я вышивала в видео. Я думаю, вы уже его увидели в теге. Можно поближе посмотреть, что я тут навышивала. Кстати, большой участок мне удалось вышить, пока снимала. Полукрест. Долго вышивался вот этот вот красноватый мак. Розовый. Долго он вышивался. Как-то вообще он был такой большой. Ну, вот, серьезно, посмотрите. 21 день, вот этот участок, мак и вот эти вот. Кстати, они через камеру так красиво смотрятся, но они и в жизни красиво смотрятся. Вообще так реалистично и реалистично. Конечно, за 21 день, как мне кажется, это продвижение очень небольшое. Хотя мак большой на самом деле. Вот посмотрите, если с моей рукой. Вот, он фактически как моя рука. То есть мак такой нормальный. Вообще работа же будет большая. Но все равно это очень мало, как за 21 день. Видите, вот здесь вот у нас центр. И давайте я вам сейчас тоже покажу, как это все выглядит относительно всей работы. Вот такой вот кусочек уже мной вышит от всей работы. Конечно, это ничтожно мало. Это где-то, ну, если считать по схеме, это где-то треть. Это треть схемы вышита. То есть именно по листам. То есть вот. Сейчас я уже взяла следующие листы. Сейчас тоже вам покажу, что мне здесь предстоит. И, скорее всего, работу я немножко перекрутила. Вот уехала у меня здесь вниз. Поэтому, раз я сейчас нахожусь наверху, скорее всего, буду я вышивать. Посмотрим. Ну, вот эти два мака. Возможно, вот эти три вышью. Вот, с еще одной пчелкой. И тогда уже покажу вам следующий отчет. Потому что, ну, действительно, интереснее снимать отчеты, когда продвижение большое. Потому что, ну, вышила бы я вот этот вот участок, да, вот этот вот маленький. Там эти листочки, ту коробочку и пчелку. Ну, и что? Ну, мне кажется, что так как-то интереснее. Но, конечно, это у меня заняло некоторое время. Думаю, что покажу вам вот эти вот три мака в следующий раз. И смотрите, опять же, насколько красивее смотрится работа, чем скрин. Видите, какие здесь резкие переходы. И какие они здесь такие достаточно плавные. Опять же, достигалось это все блендами. Самое сложное, то есть не сложно вышивать вот эту всю зелень, эту пчелку. Самое сложное, это вышивать вот эти серединки. А серединки эти мне еще предстоят фактически в каждом маке. Вот эти серединки, они вышиваются просто адски. Здесь, по-моему, в этих серединках присутствуют все цвета, которые только могут присутствовать. Тут такая мозаика. Пока его... Берешь какой-то один цвет, например, вот этот фиолетовый, да, берешь, прошелся, повышевал, потом второй берешь, опять же, прошелся вот так вот по кругу. И так раз, я не знаю, раз 15, наверное. Тут разброс цветов огромный, даже если этого не видно, он здесь есть. И давайте покажу вам, что у нас было на схеме с бэкстичем. вот схема бэкстича, вот эта пчела. Вот эта схема у меня уже все, это уже, она у меня будет выкидываться, эта схема уже полностью свое отслужила. Я ее отрезала. Ай, шуршит. И остался от нее один вот такой вот кусочек, маленькая полосочка. Здесь я еще могла бы доделать, но здесь некоторые кусочки я не доделала. Вообще, я делала бэкстич и поняла, что я сделала вот такую вот штуку. Сейчас я вам покажу поближе. Вот, видите вот эту линию? А видите, что под этой линией не зашитые клеточки? То есть, если мы делаем то же самое где-то вот здесь вот с краю, например, где оно у нас заходит на белое, то здесь у нас уже ничего дальше не будет вышиваться. Точно так же, как, например, вот здесь тоже рядом ничего не будет. А вот тут, видите, я не сделала здесь бэк, потому что сделала его здесь и поняла, что под вот этими всеми линиями мне придется еще как-то засовывать соседние крестики. То есть, вот здесь будут крестики, вот тут будет крестик. То есть, видите, клеточка на 90% перекрыта линией бэка и мне нужно будет под линию бэка подлезать для того, чтобы вышить под бэком крестик. Конечно, это я не подумала. Но все-таки остановилась, вот это не вышло и где-то здесь вот тоже не вышло несколько линий. но кстати а подождите вот это я тоже не вышла. Да. Видите, то есть, здесь вот должна была еще идти линия бэка. Вот она идет. И здесь у меня вышиты полукрестики. Вот эта группа. А здесь еще не вышиты, поэтому я здесь не делала вообще. Ну, нужно будет подлезать. такого у меня еще никогда не было, потому что обычно я всегда делала бэк после вышивки полностью всей работы. То есть, всю работу вышили крестики, полукрестики, потом делаем бэк. Это у меня, по-моему, первая работа, когда или в лансвит, я не помню, делала я так или нет. Но это первая большая работа, скажем так, когда я делаю именно таким образом. И вот пока я с таким не сталкивалась. это первый у меня будет случай, когда буду вышивать крестики под уже вышитым бэком. И к вот этой вот, к вот этому листочку, к этой полосочке приклею для бэка следующие листы. А для вышивки крестиков, полукрестиков я уже приклеила. Вот наши средние листы. схема, опять же, как всегда, огромная. Вот как это все будет выглядеть. Там у нас уже солнце. Огромные листы. И вот, видите, вот здесь вот у меня склеено. То есть первые, грубо говоря, два листа я уже вышила. Маленький кусочек остался и приклеила следующие два листа. Потом будут еще два. То есть это как бы у нас средний такой фрагмент. Это у нас получается будет где-то вот наша пчелка и еще кусочек. То есть сейчас у меня вот так вот. То есть вот такой вот фрагмент у меня сейчас на схеме будет присутствовать. И потом еще листы. Ну, здесь уже, мне кажется, будет гораздо легче. Сейчас самое основное у меня пойдет. И здесь, конечно, огромное количество бэка тоже, потому что здесь зелень, здесь куча зелени. Здесь будет и полукрест, и крест. Я, конечно, с ужасом сейчас на всю эту зелень смотрю. Какая она вся разная, как ее везде много, тоже вон пчелка летит. Ну, посмотрим, как она у меня пойдет. Пока что вышью вот эти вот верхние три мака, скорее всего. И дальше уже будем разбираться. Здесь у меня ниткой все так же отмечен центр работы. пока не достаю эту нитку, хотя не знаю, зачем она мне нужна, но может интересно будет посмотреть, когда дойду до середины работы. Мне кажется, будет это еще не очень скоро. И я вам рассказывала в предыдущем видео, о чем я вам только не рассказывала. Я рассказывала и о схеме, и о сливающихся значках, и о нитках, и о чем только не рассказывала, но не упомянула только об одном, не упомянула о том, что я вышиваю без разметки. Я рассказывала об этом в подготовке, но именно в первом отчете не рассказала, как же оно вышивается совсем без разметки. Мне не сложно вышивать без разметки, поэтому если кто-то хотел попробовать, тем более если это канва, не равномерка, если у меня равномерки, такой же был бы кусок, хотя мне кажется, я бы все равно вышивала без разметки, просто вот так же абсолютно, как я делаю сейчас просто цепляюсь за уже вышитые участки да иногда перепроверяю иногда вот грубо говоря вышила я там вот этот вода полукрестик или какой-то вот этот вот а здесь у меня уже вышитый участок я смотрю по схеме ага должно быть там столько-то клеточек до этого края пересчитала да все совпало пошла вышивать дальше да я пересчитываю но зато у меня нет разметки я ни за что не волнуюсь и я скорее всего конечно не хочется зарекаться что я никогда больше не буду ничего размечать если это будут какие-то миниатюрки если это будет надо хотя я сомневаюсь что большие работы я точно маркером размечать больше не буду насчет мононити не знаю один раз размечала мононити очень долго это все история сидишь ты размечаешь 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 мне и без разметки прекрасно и очень кстати здорово получается эффект такого чистого поля что действительно на чистой ткани появляется рисунок нет этих квадратиков короче говоря мне без разметки нравится гораздо больше чем с разметкой все рассказала я вам что у меня получилось рассказала показала насчет этой работы встретимся с вами когда я вышью три мака которые я вам показывала следующий мне кажется что будет интересно посмотреть на не очень маленький отшитый участок но пчелка это конечно прям надеюсь сейчас прям отдельно сфотографировать она очень милая за счет особо этих толстеньких таких лапок а в ближайшее время я буду вышивать опять у нас скоро пасха поэтому буду вышивать еще несколько пасхальных сюжетов так что не обещаю что отчет по макам будет очень скоро потому что нужно вышли то что сейчас в приоритете но посмотрим я не знаю у меня всегда я говорю скоро получается не скоро говорю не скоро а потом как вышки за неделю эти три мака жизнь покажет все спасибо всем большое за внимание удачи вам и творческих успехов пока